Время 10 этапа ралли-марафона Дакар организаторам пришлось принять непростое решение. Из-за сильного ветра гонку остановили после 223 километров. Напомним, что после 9 этапов разрыв между лидерами сократился до минимума. Насер Аль-Атия отставал от Карлоса Сайнца всего на 24 секунды, а шедший третьим Стефан Петранцель проигрывал Матадору скромные 6 минут. Однако сокращенный гоночный день принес испанцу хорошие новости. Его преследователи совершили много ошибок по части навигации. В итоге Сайнц оторвался от обоих конкурентов на 18 минут. А вот Аль-Атию и Петранцеля теперь разделяют всего 16 секунд. Для лидера грузовой команды МАЗ «Спорт Авто» сокращенный этап не принес ничего хорошего. Сергей Вязович потерял около получаса и в общем зачете теперь отстает от КАМАЗовца Андрея Коргинова ровно на 100 минут. Еще одного представителя КАМАЗ-мастера Антона Шибалова белорусу тоже не догнать. Вторую и третью строчки разделяют больше часа. Более того, самый быстрый МАЗ на этапе уступил 20 минут грузовику «Прага» Алиша Лопрайса, который идет четвертым и теоретически может отобрать бронзу. За два этапа до финиша марафона Вязович опережает Чеха на 40 минут. В классе мото-вездеходов свершилась мини-революция. Да, главным фаворитом гонки продолжает оставаться Кейси Карри, упрочивший лидерство до 46 минут. Зато главным преследователем американца стал Сергей Корякин. Франциско Лопес-Кантардо слишком долго менял колесо и, сместившись со второй строчки на третью, похоже, лишился шансов на общую победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова